Новое видео выходит каждый день в 20.00 Вы знаете, когда-то на моем канале уже был подобный видеоролик, и там я сказал максимально очевидные вещи, что, допустим, деньги и популярность, они в самом деле превращают человека из человека в какую-то просто омерзительную свинью, даже, ну, отдаленно не напоминающую человека. Но в данном видеоролике я поговорю немного с другой стороны вопроса. Нет, я ни в коем случае не буду оправдывать вот всю эту хуйню по поводу того, что там деньги ничего не портят и так далее, там подобное. Хотя я все равно считаю, что деньги, они не портят людей, они лишь помогают узнать, какой человек на самом деле. И в этом даже не виноват сам человек, а виноват капитализм. Во всем, во всех бедах виноват капитализм. Давайте его будем в этом винить. В нем нет ничего хорошего. И, в общем-то, да, я думаю, что вы меня поняли. Так вот, деньги портят GTA-самп-ютуберов. О чем это я? Вот, давайте предположим, что у нас есть GTA-самп-ютубер Вася, Васек, Васек, ТВ-гейм-чанел-шоу. Вот, предположим, что у нас такой человек есть. У нас такой человек имеется, и вот он создает свой канал на Ютубе. Поначалу о нем не знает никто, кроме там его мамы, бабушки, сестры, собаки, дедушки и его папы, мамы, да и прочих людей. Однако, однако, он хочет, чтобы о нем узнали как можно больше людей. И что же он для этого делает, вот спросите вы. Ну, наверное, это вполне логично, что он старается заинтересовать людей своим, вот, знаете ли, новым каким-то контентом, которого до этого не было. Сделать и придумать что-то уникальное, прям реализовать это, не имея на это абсолютно никаких финансовых средств. Абсолютно ничего на это, сука, не имея. Просто существуя, как этакий формат, как этакий, я не знаю, человек. Вот просто вот так вот все сделать. Каким образом это все у него получается? В общем-то, он старается над контентом. Он максимально над ним старается. Он старается сделать его новым, запоминающимся, сделать свой стиль, свою подачу, свой какой-то монтаж, свои монтажные вещи. Блядь, я сейчас задел поп-фильтр, сука, потому что я тут машу руками, так намного легче повествовать. Чтобы о нем узнало как можно больше людей. Он все делает для этого. И вот представьте, представьте, после 100, 200, 300, 400, 500 тысяч роликов на тысяча первый видеоролик, его кто-то дозамечает. И как вы думаете, как вы думаете, какое это число? Ну, оно может быть абсолютно любое. Если это число человек, который его замечает, дает ему возможность зарабатывать деньги, тут-то и начинается пиздец. Все начинается с очень простых рекламных каких-то вставок, интеграций и многое другое. Ну, или если мы говорим про GTA сам ютубера, Васька, Васьок ТВ Гейм Шоу Ченнел Шоу, вот. То это игра на каком-то проекте. И поначалу, вы знаете, Васьок в самом деле старается снимать что-то интересное. Подключает веб-камеру, подключает хромакей в свои ролики, подключает уникальный монтаж, нисколько не похож на Долорензи. Но нас-то не интересует. Его смотрят, и это самое главное. И потом, Васьок-то понимает, что, ну, раз люди смотрят, у меня есть стабильные просмотры, значит, в планке качества, вот в планке контента, можно немножечко так сбавить. Вот так прям обороты немножечко можно и подубавить. А почему бы и нет, в самом деле? Ну, если меня смотрят, то почему бы и нет? Если я могу получать те же деньги, но за меньшее действие. Почему бы делать уже монтаж немного попроще? Почему бы не делать монтаж немного полегче? Почему бы ролики не делать немного покороче? Почему бы не выпускать ролики раз в несколько, сука, месяцев? И многое-многое другое. То же самое, вот то же самое вы сейчас можете пронаблюдать у Долорензи. Я не говорю, что он сбавил в контенте, он просто сбавил в своих постановочных видеороликах. Они уже стали настолько похожи друг на друга, они уже стали настолько повторяться и перекликаться друг между другом, что это просто уже, вы знаете, невозможно не заметить то, как он просто выполняет какие-то рекламные заказы. Просто он выполняет рекламные задания и не более того. Вот он просто делает это. И всё. То есть он уже не старается, как в начале своей карьеры, придумать что-то новое, спиздить что-то. А, извиняюсь, извиняюсь, уютш, ой, извиняюсь, извиняюсь, хромаке, что-то не то на меня нашло немного. Ну вы знаете, вы знаете, наверное, да. Вот. И он просто сбавляет обороты. И вы знаете, именно так деньги, чтобы вы понимали, портят GTA-самп-ютуберов. Если вы, мало ли, мне не верите, то можете так проследить за абсолютно любым GTA-самп-ютубовским каналом. Он поднимается, он понимает, что можно получать те же деньги за меньшее действие и просто делает всё на отъебись. Это же происходит сейчас с Владиславом Павловым, это же происходит практически со всеми GTA-самп-ютубовскими каналами, большими. Вот какой канал ты мне не назови, хоть Ричи, хоть Сричи, хоть там Делорензи, кто угодно. У любого можно это проследить, просто как они сейчас выпускают обыкновенные рекламные видеоролики, просто для того, чтобы заработать деньги. Чисто для галочки. Им эта игра уже сама по себе неинтересна. Как говорит Sunset, этой гнилой игре, уже чтобы вы понимали, ничего, сука, не поможет. И вот точно так же, точно такое же происходит вот с этими самыми ютуберами. Всё точно такое же. И именно поэтому достаточно обидно. Но это человеческий фактор. Это неизбежно. Я никого из этих людей за это не осуждаю. Это неизбежно. Зачем как-то напрягаться? Зачем стараться, если можно, в принципе, сделать немного полегче, сэкономить себе время, сэкономить там, я не знаю, какие-нибудь производственные ресурсы и многое-многое другое. И всё. И просто выпустить ролик намного быстрее. Так и люди будут довольны. И ты, понимаете ли, сделал намного меньше работы, чем, в принципе, мог бы или должен был бы. Хотя вы знаете, творчество это абсолютно свободный клуб. Хочешь делай, хочешь не делай, хочешь удаляй канал, хочешь продавай канал, подобно Цезару Крипсету или Цезар Оксайдеру, или кто он там сейчас, блять, там Цезар Оксайдер вообще занялся, сука, продажей, блять, каналов с монетизацией. Видимо, какая-то новая схема появилась вот по заработку на каналах с монетизацией. И в этом, как мне кажется, вся нынешняя проблема вот этих вот GTA-самп ютубовских каналов. И даже не только GTA-самп ютубовских каналов. Такое вы можете проследить у абсолютно любого ютубера. Без разницы у какого. У абсолютно любого. Единицы не сбавляют в качестве, получив огромнейшее количество денег. Понимаете, люди с какой-то социальностью. Вот даже не то, чтобы с положением в обществе. Хотя это немного не то, а это социальный статус. Просто есть капитализм, а есть социализм. И люди как бы из социализма просто вкладываются в контент, потому что хотят после себя что-то, блять, оставить. И они просто пожить, сука, пофармить бабла, блять, как делают всякие Николая Соболева. Попокупать себе, блять, квартир, офисов там 200 квадратных метров. Попокупать себе ебаных вот этих тачек, срачек, блять, каких-то там самок ебешь. Мне вообще похуй, блять, я в своем познании настолько преисполнился. В общем, я думаю, что по поводу всей этой ситуации вы меня поняли, по поводу всей этой позиции вы меня поняли. А что касается всегда, а что касается, блять, всегда, что касается меня, я всегда был постмодернистом, который особо над контентом старается только, сука, в самп-обзорах. И не более того. Поэтому, ладно, всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok